Здравствуйте! Это программа «Своими глазами», в которой вы своими глазами увидите то, что подготовили для вас мы. Я Юлия Романова, а также вся наша съемочная группа. В мусульманском мире существуют необычные запреты на рекламу, которые обусловлены, конечно же, своеобразными культурными и религиозными ценностями исламских стран. Любая реклама, включая логотип, должна быть в принудительном порядке адаптирована под культурные ценности и арабский язык. Об этом и не только. Сегодня в нашей программе. Так что смотрите сами «Своими глазами». Познавательная лекция о коррекции. Самые важные пункты в рабочем режиме. 220 лет барону, непревзойденному рассказчику. Для того, чтобы соблюсти все запреты на рекламу в мусульманских странах, нужно непременно знать, что символизируют те или иные животные, обозначают те или иные символы или как интерпретируются различные предметы. Так, например, собака считается грязным животным, поэтому вы редко где увидите в рекламе изображение щенков. А в наиболее консервативных странах Азии и вообще запрещена демонстрация открытых глаз. Поэтому рекламщикам приходится проявлять невероятную фантазию, демонстрируя людей. Наиболее популярное решение этой проблемы – это пикселизация, очки и закатывание глаз от удовольствия. Ну а обнаженность вообще запрещена в принципе. Исламская культура настолько консервативна, что кожу можно показывать только на лице, на руках и ступнях. Ну а мы, северные жители, более открытые. Может быть потому, что большую часть времени закрыты многослойной одеждой. В разгоряченные майские денечки мысли наши стремительно уносятся в отпуск, к морю. А соответственно, большую часть привлекательного населения уже одолевают другие мысли. Как же сделать свое драгоценное тело молодым и подтянутым, без лишних КГ и объемов? Ведь лето щедро раздевает нас, подставляя солнцу обнаженные части организма. Причем касается это и мужчин, и женщин. А давайте-ка дружно займемся коррекцией. Вместе-то веселее. Коррекция фигуры – это, конечно, нелегкая задача. Можно, например, выбрать неделю диеты. И результат потрясающий. Худеет лицо, грудь и руки, а нижняя часть туловища продолжает радовать аппетитными формами. Можно, например, пойти в салон красоты. И по очереди проводить электростимуляцию, мезотерапию и вакуумный массаж. Но в этом случае тоже могут возникнуть определенные трудности. Например, вы опасаетесь болезненных ощущений, которые могут им сопутствовать. У вас не хватает времени на процедуры для каждой проблемной зоны. Или вы хотите, чтобы достигнутый эффект был быстрым и стойким. А можно, например, вообще пренебречь салоном и аппаратной косметологией и пойти в спортзал. Все мы знаем эффективность физической нагрузки в программах по коррекции веса и контуров тела. Но обычная физическая нагрузка требует значительных усилий. Так как воздействие упражнения распространяется на мышечное волокно неравномерно. И в первые минуты, когда мы начинаем делать упражнения, у нас включаются мелкие мышцы. Для того, чтобы воздействовать на более крупный, формирующий контур нашего тела, требуется от 30 до 40 минут. То есть требуется значительное усилие, чтобы достичь желаемого результата. Однако появился в клинике Ампара новый аппарат «Футура-Про», который поможет включить нужную группу мышц простым нажатием кнопки. Во время процедуры на тело, на проблемную зону расставляются электроды. И волны электрические распространяются на все слои кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышцы, кровеносные лимфатические сосуды. В результате мы можем решить множество проблем по коррекции фигуры. Это и излишний вес, локальные жировые отложения, которые не поддаются действию никаких диет и физических нагрузок. Это антицеллюлитные программы, лимфодренаж, массаж, релаксация и множество других. А также мы предлагаем процедуры восстановления после родов фигуры. Где-то через 6 недель можно уже начинать наши программы. Существуют, конечно, определенные противопоказания, но они легко определяются на первичной консультации. Курс процедур индивидуален. Он может составлять от 6 до 20 раз. Любая программа, которую мы выбираем, занимает всего 30 минут. При этом мы одновременно можем проработать, например, даже три зоны. То есть это на бедра, например, поставить программу лимфодренаж, на живот липолис расщепления жира и на ягодицы какая-нибудь там миостимуляция. Кроме того, аппарат позволяет работать с лицом. Мы можем делать омолаживающие процедуры нехирургически лифтинг лица. Используется также методика биостимуляции с адаптацией к возрастным изменениям на лице. Программу на лицо более короткие – до 15 минут. Переносится достаточно хорошо и эффект иногда виден даже сразу после одной процедуры. Сейчас видно на табло аппарата, как происходит программа по телу. Волны идут на сжигание калорий. Одновременно мы работаем с лицом. И сейчас идут волны на лифтинг, на подтяжку кожи лица. Существует возможность работы на аппарате ультразвуком. Он дополняет любые из программ по лицу и телу. Возможно, также микротоковая терапия на лицо. Сам аппарат достаточно простой в использовании. Там хорошее компьютерное меню, которое позволяет хранить большое количество клиентов в нашей базе. Мы вводим в эту базу индивидуальные характеристики клиента. Можно измерять объемы тела, массу тела. Аппарат автоматически считает индекс массы тела и предлагает программу. Программа может быть подобрана как врачом, так и аппаратом, согласно тем характеристикам, которые мы ввели. Преимущество аппарата «Футура-Про» в том, что он не вызывает привыкания, как обычный электрический ток, поскольку волны, которые возникают, все время меняются по своим характеристикам, и действие процедуры варьируется и достаточно хорошо переносится. Крестовые походы оставили глубокую рану в арабской психологии. Именно поэтому любая форма крестов здесь запрещена. Здесь даже нет организации «Красный крест». Она называется «Красный полумесяц». И только представьте себе, и даже снежинки запрещены к размещению. Ведь в них можно усмотреть сразу несколько крестиков. Еще одна особенность арабских стран – это написание чтения справа налево. Поэтому и указатели обозначают обратную направленность. Не заплутайте! Но мы-то вам дадим точное направление. Взбодрить с утречка может разве что чашечка кофе в постель. Но ведь не каждое же утро. Да и зарядка не повредила бы. А что, если совместить приятное с полезным? Освеженной легкой прогулкой по утреннему городу вы попадаете в Пинто-Пап на утреннюю трапезу. Во-первых, здесь ждут всегда. Во-вторых, встретят с улыбкой и приятными пожеланиями на целый день. В-третьих, здесь вас ждет еще и специальное меню горячего завтрака. Чай, кофе и... А дальше следует невообразимое для утреннего перекуса разнообразие. Все-непременный атрибут английского завтрака — овсянка сэр. Блины русские залихватские. Бутерброды на все лады. Зеленушка. И привычная составляющая традиционного завтрака холостяка — розовые сосиски. Сон как рукой снимает. Ароматы блюд, приготовленных действительно с душой, бодрят и пробуждают. Приятного аппетита и положительных эмоций в начале рабочего дня. Длинный список дел, пугающих нас с утра на предстоящий рабочий день, становится наиболее радужным и менее пугающим после плотного, а самое главное — вкусного завтрака. Ну, теперь-то уж точно первая половина дня на рабочем месте пролетит почти незаметно. До ощущения очередного урчания и навязчивого чувства голода. Время обеда — вот вам и перерыв, и насыщение. А где? В пинто-пабе, конечно. Именно здесь возродили традицию комплексных обедов. Притом на каждый день свой обед. Но обязательно салатик, супчик-голубчик, горячее и компот. А теперь только представьте, вся эта вкуснятина всего лишь за 120 рублей. Приятного аппетита и вкусного времяпрепровождения. Особое внимание уделяется рекламе фильмов. Она должна быть отретуширована как следует, дабы соблюсти строгие культурные ожидания. Ноги, грудь и даже плечи должны быть обязательно закрыты. Это касается как женщин, так и мужчин. И даже мультипликационные герои должны быть обязательно одеты. Какой русский не знает имя этого удивительного немца? Барон Мюнхгаузен. В этом году, а именно 11 мая, исполняется 220 лет с той поры, как мир узнал и полюбил этого литературного героя. Благодаря Рудольфу Эриху Распе. Именно он издал рассказы барона Мюнхгаузена о его путешествиях в России. Записанные истории были со слов реального барона и иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена, бравого офицера, верой и правдой долгие годы служившего в России. Где, кстати, остались его прямые наследники? Самый известный из них – писатель Владимир Нагова Мюнхгаузен. Он живет в Кабардино-Балкарии. Перу Владимира принадлежит произведение, в котором он продолжил приключения барона Мюнхгаузена в новом тысячелетии. А еще в своем родном городе Прохладном проправнук Мюнхгаузена при содействии местных альпинистов открыл музей барона Мюнхгаузена в водонапорной башне, спуститься с которой можно лишь на ядре. Так что барон Мюнхгаузен продолжается в своих русских потомках. Такие слова, как «наслаждайтесь» или «захватывающий» вообще запрещены в рекламном арабском мире, потому что они могут быть поняты как демонстрация сексуальных мотивов. Чтобы уберечь своих граждан от развратного запада, цензорам печатной продукции приходится предлагать немало усилий. На помощь приходят фотошоп и другие подручные средства. Бумага, клей и черный маркер. До встречи через неделю! Субтитры подогнал «Симон»!